21 февраля отмечается Всемирный день экскурсовода. Именно к людям этой профессии, своим коллегам, с предложением поучаствовать в проекте «Стихи живут повсюду», обратилась Наталья Замарина, методист историко-культурного центра. Моё глубокое убеждение состоит в том, что стихи живут, когда они звучат. Может быть, традиция семейных чтений, дружеских чтений, таких посиделок со стихами уходит в прошлое. Сейчас всё реже и реже встречаются такие компании, где спонтанно вдруг начинает звучать стих. Любой экскурсовод должен не только обладать необходимыми знаниями, но и уметь заинтересовать собеседника. Как правило, эти люди увлечены своей профессией и благодаря ей саморазвиваются и открывают новые горизонты. Конечно, ты идёшь к краеведам, конечно, ты с ними как-то общаешься, выверяешь. И у тебя складывается такая очень красивая картина, которую ты начинаешь потом с удовольствием рассказывать людям, потому что то, что ты знаешь сам, то, что ты добыл сам, это всегда интересно, это всегда занимательно, что называется. По словам Натальи Замариной, сегодня поэт не тот, кто пишет, а тот, кто читает стихи наизусть. В своём проекте она предлагает вспомнить произведения о любви, о природе и о нашей стране. Вот и на этот раз сотрудники историко-культурного центра прочитали композицию стихотворений Андрея Дементьева о России. Рассказать бы её, Россию, всю от неба до трав до дна, где найти мне слова такие, неизбывные, как она. Какое прекрасное имя Россия! Мы с именем этим добрее и сильней. В нём ветер надежды и дни фронтовые, и шорох берёз, и печаль журавлей. В этом имени столько нежности и простора, и синевы, озорной молодой безгрешности, не боящейся злой молвы. Проходят года над моею страною, проходят года над великой судьбой. И если мы в жизни чего-нибудь стоим, то лишь потому, что мы сердцем с тобой. Над землёй пролетают птицы, это имя твоё струится, это имя твоё несётся из-под ласкового крыла. Эта девушка из колодца синевой его пролила. Такое прекрасное имя Россия! Она нам свой добрый характер дала. Всю жизнь об одном я судьбу лишь просила, чтобы вечно Россия счастливой была. Чтоб во всей красоте и силе удивляла людей опять, показать бы её Россию. Ах, как хочется показать!